О, да, читал. Да, это я тоже читал. И какую-то общую фразу говоришь. Наш труд, как читателя, действительно увидеть, услышать писателя. Даешь текст и просто задаешь вопрос. А почему? А что это? А как ты думаешь, что это за герой? А почему он так поступил? Для того, чтобы знать, что это за текст, как раз-таки можно прочитать краткое содержание, статью в Википедии и быть очень даже начитанным. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя. А они расскажут, как все есть на самом деле. Ты смотришь 10 глупых вопросов. Здравствуйте, меня зовут Виктория Алексеева. Я школьный учитель по русскому языку и по литературе. И когда я со школы ушла в декрет, в декрете уже открыла свои онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ по литературе. Сейчас, соответственно, этим занимаюсь. Уроки литературы не проверяют умение читать. Уроки литературы, они развивают умение размышлять, анализировать, думать над поведением героев, искать какие-то параллели между поступками героев и своими поступками. Мне очень нравится наш замечательный ученый Татьяна Владимировна Черниговская. Это ее мысли о том, что, допустим, если у тебя есть свой бизнес, ты можешь посетить огромное количество мастер-классов, каких-то тренингов, но это не развивает мышление. Она в одном из интервью сказала, что мышление развивает именно медленное чтение художественной литературы, медленное чтение, то есть с остановками, с размышлениями. Почему вот герой так поступает? Почему автор так написал, а не иначе? И это действительно такой навык медленного внимательного чтения позволяет развить свое мышление, развить какие-то творческие способности, внимание к деталям, чуткость. Ну вот, сошлемся на слова Татьяны Владимировны. У нас очень часто изучение литературы сводится к изучению истории литературы. То есть в таком-то году, в таком-то городе автор написал такой-то текст, он посвящен вот этому человеку, автор в этот момент испытывал то-то и то-то. Вот это не изучение литературы, это просто статья на Википедии, она делает эту функцию и выполняет гораздо лучше, чем уроки. Все-таки на уроке нужно с ребятами открывать текст, именно читать и задавать вопросы. Даже вот, например, очень характерная такая интересная деталь, вот чтобы, если сразу привести пример, есть, ну, всем известный роман «Герои нашего времени», там есть герой Грушницкий, который показан совершенно глупым, таким каким-то ничтожным, позером он рисуется, совершенно вызывает какую-то у нас неприязнь. А весь дневник написан от лица Печорина. Это же не слова Лермонтова. И вот надо, как минимум, ребят, учить разделять героя и автора. То есть автор может написать от лица героя что-то, что ему, например, самому автору не нравится, ну, скажем так. И вот там, например, Печорин говорит, что Грушницкий такой-сякой плохой, и у него есть георгиевский крестик. Такая очень интересная деталь, потому что георгиевский крест давался только за личные подвиги в бою, и он был только одного-единственного размера, он не может быть крестом, крестищем или крестиком. И у Печорина, например, нет этого георгиевского крестика, а у Грушницкого есть. И такая вот деталь интересная даже, да, почему он так говорит, о чем это говорит, почему он в записках упоминает этот крестик и вот в такой пренебрежительной форме. При этом он говорит, что Грушницкий бросается на врага закрытыми глазами, малый. И такие вопросы, вот это и есть. Примеры, например, медленного чтения. А почему это? А что это? А что это значит? Мне кажется, это действительно удивительным образом развивает внимание к себе, к миру, к окружающим, к своей культуре, к своей стране, к всему. Когда я еще работала в школе, вот я только окончила филфак, МПГУ, и работала в школе, я удивлялась, как можно детям задать вопрос, что хотел сказать автор. Это сопровождалось моими шутками о том, что мне тут теперь спиритические сеансы проводить, а он уже умер. Как я могу знать, что он хотел сказать? Потом моё мировоззрение начало меняться, когда я стала ходить уже на разные курсы преподавания к разным учителям, слушать другие точки зрения. И в какой-то момент я слушала интервью с Евгением Водолазкиным, нашим современным писателем. В этом интервью Евгений Водолазкин говорит о том, что каждый писатель мечтает быть услышанным. Каждый писатель не пишет в стол. Даже если, допустим, как Булгаков, он знает, что он не будет опубликован. Он всегда пишет для читателей, для своих современников, и он мечтает быть услышанным и быть понятым. Ну и, соответственно, наш труд, как читателя, действительно увидеть, услышать писателя. Про это писали Цветаева, про это писал русский, ну, философ Ильин. Ну, то есть, вообще-то это такое общепризнанное место, что читатель — это такой сотворец, да, то есть это не просто тот, кто что-то там отрабанил, что-то глазками пробежал, это не скорочтение. Читатель — это тот, кто старается разгадать загадку авторского смысла и, допустим, с ней не согласится, да, то есть я могу не согласиться там на роль личности в истории, но при этом я должна научиться ее видеть, я должна научиться не подменять ее своим отношениям, типа вот это мне не нравится, это мне нравится, а именно, ну, как бы подняться над текстом. Есть такой замечательный литературовед, Гуковский, он говорил о том, что дети часто остаются на наивно-реалистическом чтении. Что такое наивно-реалистическом чтении? И я вот его воспринимаю как историю моего друга по парте, соседа по квартире, ну, просто как бы занятный сюжет, знаете, как сериалы, просто занятный сюжет, но это же не так. Автор не случайно героя именно так и называет, в этом нам подсказка. Автор не случайно именно в эти его помещает интерьеры, именно Пугачев на фоне метели и бурана впервые возникает. Пушкин мог хоть на фоне расцветающей розы его поставить, но это же его полностью вымысел. Не знаю, например, вот Евгений Базаров, да, из Отцов и детей, Евгений Благородный в переводе обозначает, а фамилия Базаров, как на Базаре, Базаре, это же уже нам подсказка Тургеневского отношения, да? То есть я, например, могу, увидев, поняв, осмыслив, поднявшись над сюжетом, увидеть вот эту точку зрения Тургенева на Базарова и сказать, нет, а мне все равно героя нравится и поспорить именно с авторской точкой зрения. Вот это, я считаю, то, к чему должен стремиться учитель. То есть не дать готовые ответы, как у нас это часто делают, и еще менее рассказать биографию вот это. Мне вообще кажется, что биографию на уроках вообще можно опустить или давать уже в конце изучение. Вот, допустим, ты изучил с ребятами преступление и наказание, все-все проговорил и уже в самом конце, за пять минут до финиша, рассказал биографию Достоевского о том, что он и на каторге был, и на каторге у него действительно переосмыслилось, как у Раскольникова мировоззрения, и к вере он там пришел, и вообще стал другим человеком. И после этого, например, да, тем надом задание «Приведи параллели между биографией и романом», то это гораздо интереснее. А у нас, наоборот, Лермонтов был влюблен, стихотворение посвящено вот это, и написано в этом году. Дальше. Следующий. Можно не, пожалуйста, можно не читать. Ну как, это просто эрзац, такая выжимка, то есть ты можешь броситься в бездну красоты русской литературы, что-то искать свое, обращать на что-то внимание свое. Можешь прочитать кратко, это выбор каждого человека. Можно, знаете, как выучить, почему Тарковский велик, или я люблю джаз, потому что там есть синкопа, а можно просто любить джаз. Ну это же... Я не знаю, что такое синкопа, я фразу-то знаю. Ну то есть вот просто лично через себя ты пропускаешь, или просто берешь готовый ответ. Готовый ответ. Ну хорошо, ты приобретешь, скажем, знание истории литературы. То есть тут надо просто разделять, что есть история литературы, а есть мое личное восприятие. История литературы делает меня интеллектуальнее, например, да, а мое личное восприятие обогащает мой внутренний мир. Ну это совсем разное. Это такая очень большая проблема, на нее много разных таких точек зрения, да, что сократить школьную программу. Лучше изучить три произведения, но на уровне просто огонь, или лучше изучить 158, условно говоря, как у нас сейчас. Ну у нас, правда, очень много текстов. То есть сократить, не сократить. Это вопрос открытый, тут как бы есть рекомендация, это нам рекомендация, да, вот как программу правильно составлять, допустим. Но «Война и мир», да, ты можешь прочесть ее в кратком. Точно так же, как можешь прочесть в кратком «Вишневый сад» и все, что хочешь. И, конечно, традиционно девушки пропускают сцены описания войны, мальчики пропускают сцены описания бала. Уже сто лет как и те, и другие это делают. Ничего не меняется в этом смысле массово. Здесь, мне кажется, надо, во-первых, думать все-таки про отделение детей на классы более глубокое, чем то, что у нас есть сейчас. Допустим, действительно, вот у меня дети сдают ЕГЭ по литературе. Это все-таки определенная такая, у меня специфическая выборка, да, это не то, что там ситуация по России. Из них тоже не все читают «Войну и мир» и «Тихий дон». Многие читают, и те, кто читают, им очень нравится. И «Тихий дон» нравится, где описано и жесть, и ужасы, и кошмары. Кому-то не нравится, допустим, язык, он имеет на это право. Не нравится, не нравится, хорошо. Многим, правда, очень многим нравится. И многие говорят, что это одни из самых сильных потрясений в жизни, если они это читали. А если мы говорим про обычную школу, где, допустим, 28-35 человек, из которых, ну, скажем так, три прочли, 7-10, ну, более-менее неплохо знают сюжет, все остальные уж бог весь как. Тоже есть много интересных подходов для ребят. Мы можем им просто что-то кратко рассказать, да, а можно дать, например, интересный фрагмент какой-нибудь. Николай Ростов вот деньги проиграл, очень много долг, очень огромную сумму проиграл. Приходит домой, думает, что хочет застрелиться, ну, а как ему жизнь, это это часть офицера, а деньги просто огромные. У них семьи, ну, как бы эти деньги есть, но можно сказать, что они уже будут почти последними. То есть это действительно огромная сумма. Он думает о самоубийстве, слышит пение Наташи, немножко успокаивается, понимает, что, ну, все-таки в жизни есть жизнь, и идет к отцу, говорит про это. С отцом чуть не случился публикатический удар, не нужно слово. В общем, удар чуть не случился, и отец говорит, ладно, мы эту ситуацию решим. Сейчас мы с тобой придумаем тоже сильная сцена поддержки отцов и детей, сильная сцена такой семейной любви. И вот, допустим, ну, ребенок не читал, ну, что ты с ним сделаешь? Ну, ничего не сделаешь. Дать ему эту сцену, он ее прочтет, ну, за 10 минут, даже если он совсем медленно читает, ну, за 15. И задать ему вопрос, просто предложи обстоятельства, которые предшествовали этой сцене. Предложи обстоятельства, что будет после. Даже на таком уровне он напишет интересная работа, это доказано. Ну, это факт, что он напишет. Вот у Митты, наш режиссер, он написал книжку «Между Адамом и Раем», есть как раз такой прием, что он актерам, перед тем, как они что-то играют роль, предлагал, вот, предложи предлагаемые обстоятельства, которые были вот за 5 минут до того, как персонаж появляется на сцене, что он делал там, как проснулся. Это очень интересно. И потом многие ребята, ну, не многие, не склонны там идеализировать, но кто-то и посмотрит, а что дальше было. То есть мы можем как бы дать просто готовые ответы, но откровенно, если ученику они не нужны, он и готовый ответ тоже не запомнит. То есть это самообман, что я сейчас вот что-то такое общее скажу, и все это запомнят. Мне кажется, в любом случае, читающий класс, не читающий класс, большой текст, маленький текст, всегда есть возможность идти от текста. То есть кладешь текст на уроки, вот это массовая проблема, часто так не делают, просто дают готовые ответы. Это неправильно. Даешь текст и просто задаешь вопрос, а почему? А что это? А как ты думаешь, что это за герой? А почему он так поступил? Или Долохов? Как думаешь, почему он вот так Николая расшатал на проигрыш? Они не угадают сюжет, они не знают ни Соню, ни Чувств Долохова к Соне. Но это будет их интересная идея. То есть, в общем, при изучении литературы, когда мы говорим про большие тексты в пятом, шестом классе, это проблема не стоит. Когда мы говорим про большие тексты, которые ты не можешь прочитать с учеником в классе, мне кажется, в любом случае лучше идти всегда от текста. Просто разделить, скажем, сдающих ЕГЭ, отличников, тех, кому это очень нравится, и им давать одни задания. То есть, делить детей, дойти как бы таким индивидуальным подходом. И тех, кто не читал, тех, кто плохо знает, давать им действительно интересные какие-то задания. Но это под силу, это можно сделать за урок. Другой вопрос, что это требует больших сил, действительно. То есть, ты учитель должен быть, должен гореть, должен иметь на это время. А это уже другая серьезная проблема. Только очень высокомерный человек может считать, я знаю, а ты нет. Конечно, может, на своем уровне, так, как получится. А может быть, глубже, чем мы. А может быть, иначе. А потом вернется к тексту. Это же тоже не мои слова, что великие книги те, к которым ты возвращаешься в разный возраст. В этом возрасте ты обращаешь внимание на любовную линию. В этом возрасте ты обращаешь внимание на душевные переживания. В этом возрасте на лирическое отступление. Нет же такого, вот это вот какая-то очень странная идея, что, мол, преступление, наказание дети понять не могут. Ну, как не могут? То есть это одно из самых сильных впечатлений к жизни. Ну, вот, правда, мы, я же в конце каждого класса всегда спрашивала, что тебе больше всего нравится, какое там произведение. Ну, вот, лидирующая позиция преступления, наказания. Есть тексты, которые расставлены неправильно. Ну, допустим, Евгений Онегин. Очень сложный текст. Ну, во-первых, он в стихах написан. Пушкин постоянно апеллирует к своей современности. Очень много деталей, непонятных нашим ребятам. То есть они, честно говоря, многие из них читают для себя абракадабру. И максимум, что улавливают, что вот девочка мальчика полюбила, а мальчик девочку нет, а потом было поздно. Это вот как бы максимум, что они могут уловить. Вот мне кажется, для девятого класса это не подходит текст. Его реально надо чуть ли не в одиннадцатый ставить и, ну, разбирать больше. То есть очень многие для наших ребят, ведь это же все тексты, написанные в девятнадцатом веке, до восемнадцатом, двадцатом. Даже в двадцатом веке эти реалии нашим ребятам непонятны. Надо просто отдельно проводить исторические комментарии про это. У меня вообще была мечта когда-нибудь создать свою школу и чтобы там учитель истории и литературы работали в паре. Это тоже вот странная идея, что у нас программа не согласована. То есть по литературе ты проходишь 1812 год, а по истории в этот момент вообще другую страну и другую эпоху. Лучше это пройти разом, чтобы учитель истории взял на себя историю, быт, подробности, да, какие-то вещи, которые ребята просто даже не понимают, про что это вообще здесь написано. Тут такие временно обязанные крестьяне. Чтобы это все объяснить, тогда ты на литературе уже... Это же надо держать в голове, что ты работаешь с текстом, написанным 200 лет назад, ну, даже 100 лет назад, но все равно это другая эпоха. Вот, допустим, «Мастер и Маргарита» в любом, вот я читала много отзывов, ну, в смысле, современников. Конечно, для современников Булгакова было понятно, куда люди пропадают и на что это аллюзия. Москва, 30-е годы, люди пропадают внезапно. А они были, их нет. Для наших ребят, далеко не для всех это понятно. Или у Мандельштама стихотворение «Ленинград». И он говорит, я на лестнице черной ожидаю гостей дорогих. Ну, это надо знать, кто такие НКВД, чтобы понять, что это за ирония и какая она страшная. Конечно, если это не объяснить, что для детей это текст, ну, что-то про город. Тут просто действительно надо больше работать с историей и давать им эту информацию, чтобы они владели ей. Многие из них и правда не вышли. Ну, кто-то и вышел. Маленький человек – социальный тип, который предполагает, что несчастного, бедного, обиженного жизнью человека, у которого нет цели, стремлений, не может никто защитить, никто ему не поможет. Ну, потому что он жалкий. Он вызывает в нас какое-то, скорее, пренебрежение. Самсон Вырин в станционных смотрителей – это один из первых типов маленького человека. У Пушкина это всегда герой, который вызывает наше сочувствие, который должен нам напомнить о каких-то христианских заповедях. Гоголь уже иначе на это смотрит. С одной стороны, Акакия Акакевич маленький, сочувствовать надо, да, вот там такое сильное место, что когда Акакия Акакевич сказал, зачем вы меня обижаете, только один чиновник в департаменте, который недавно служил, задумался, как много в этих словах правды и как много жестокости в тех, кто вроде внешне выглядит гораздо лучше, чем Акакий. Ну, не точная цитата примерно. Как много жестокости в этом светском обществе. А с другой стороны, Акакий Акакевич живет ради Шинели. Он всю свою жизнь отдает тому, чтобы купить Шинель. Когда ее украли, и значительное лицо отказалось ему помогать, то, что там классная деталь, что значительное лицо недавно стало значительным лицом. И вот, ну, вот когда Акакий Акакевич пришел к нему, там рядом находился друг, и значительное лицо надо было порисоваться, показать какое-нибудь. Может быть, он, наверное, по-другому бы с ним поговорил. А вот, ну, не сложились обстоятельства. И Акакий Акакевич сходит с ума, да, уже заболевает и умирает, при этом сквернохульничая. Это неправильно, да, потому что ты подменяешь свою жизнь служением вещи. И ребята говорят, ну, это вообще какой-то бред. Что это такое? Ну, не бред, потому что на айфон 14-й, там, 13-й люди тоже и копят, и откладывают, и, не знаю, какие-то не позволяют себе другие вещи, и берут кредиты на путешествия. Это, мне кажется, примерно явление одного порядка. То есть, наверное, если ты покупаешь айфон, потому что там отличные камеры, и ты хочешь стать, там, не знаю, блогером, и тебе это просто нужно, чтобы реализоваться, да, это вложение, это один вопрос. Но ведь мы, правда, часто окружаем себя, как пишет Гоголь в «Мертвых душах», коптины мелочей, все, вещизм какой-то огромный. Как бы живем не то, что ради, там, покупки, но вообще-то это же часто бывает, когда материальные ценности у нас превалируют над духовными потребностями. Ну, почему же, а как я? Ну, просто он такой маленький, сморщенный, и лицо у него гемороидального цвета, а у нас-то, наверное, крем есть, если что. Ну, как-то не вызывает он у нас сострадания, хотя вообще-то это про нас. А потом Чехов, допустим, привносит свою лепту, а он уже показывает другого маленького человека, который, вот, Червяков, маленький человек, и он чихнул на впереди сидящего генерала. Чехов подчеркивает, что впереди сидящий генерал был даже не его начальник из другого департамента. И он его начинает допекать, бегать, извиняться перед ним. Так уже достал, что генерал на него просто наорал. Наорал не потому, что он генерал, не потому, что он значительное лицо, потому что Червяков его достал. То есть они просто поменялись местами. Червяков стал тем, кто не дает спокойно жить значительному лицу, да. То есть Чехов показывает вообще вот как бы другую грань вот этого маленького человека. А потом Зощенко приходит. Вот Зощенко — это прям моя боль, что его нет в школьной программе. Он в некоторых классах есть, но никто особого не изучает. А он уже показывает, как вот этот маленький человек уже получил власть. Ну, потому что Советский Союз приходит, все меняется. И какие там другие проблемы, да. Вот насколько он пошлый, насколько он самолюбивый, насколько он не видит этой своей пошлости. Вот и очень интересная такая прям эволюция образа. Да. Потому что это не герой, скорее, а некая маска. И если спросить у детей, у учеников, высокого он роста или невысокого, красивый он или некрасивый, все скажут, что он красивый и высокого роста. А если ты попросишь доказать это текстом, текстом это не доказать. Потому что очень подробно описана его одежда, сколько раз он меняет ее в день, как он одевается. Но вообще не сказано ничего о его внешности. По сути, он мог быть низенького роста и толстеньким. Он там на коне скакал, он там, когда жил в деревне, через речку переплывал. Скорее всего, он все-таки физически подготовленный, есть предположения. Но наша идея о том, что он высокий и красивый, потому что он пользовался популярностью у женщин, она текстом не подтверждается. Он мог быть и невысоким, и некрасивым. В тексте этого нет. И получается, в тексте это некая маска. Маска светского человека. То есть это тоже очень интересно. Вот Татьяна приходит в его кабинет и видит, какие он книжки читает, какие он делает заметки на полях и говорит, уж не пародия ли он. И действительно, это набор светских масок, светских приличий. А где человек? А какой он? А индивидуальности нет. И Пушкин показывает, что вот через страдания, после убийства Ленского, когда окровавленная тень к нему являлась каждый день, он уезжает в путешествие, не может найти себе места. Вот в нем начинает просыпаться способность любить. Пушкин про это пишет в тексте. Он полюбил Татьяну, да. Он пишет письмо замужней женщине. Чего он от нее хочет? Ну, то есть, понятно, что он кем был, тем, в принципе, и остался. Но действительно, в нем страдание пробудило человека. Не случайно, что восьмая глава, это, кстати, одна из самых частых фактических ошибок, когда ребята пишут сочинение, что восьмая глава происходит в Москве. Ну, в седьмой главе Татьяна едет в Москву, а в восьмой главе это действие происходит в Петербурге. Пушкин как бы сопоставляет Онегина в первой главе в Петербурге, где он, ну, просто вот обедал с мужьями, которых Пушкин называет рогоносцами. Ну, то есть, он сначала заблазнил жену, а потом пообедал с мужем. В этом не очень много чего-то хорошего или нравственного. И восьмая глава. Тот же самый Петербург, Онегин чужой для всех. Возвращаясь к вопросу, можно ли его встретить как тип? Конечно, да. Внешне он не описан вообще как тип человека, который стремится к удовольствиям, оказывается больше той жизни, которой он живет. Он тяготился ей, им хандра владела. Вот. Он, ну, конечно, это совершенно распространено, ну, как бы это совершенно жизненный тип, совершенно жизненный характер. Человек же не изменился. А что с ним изменилось? Что у нас нового произошло? Что нового люди изобрели в отношениях между друг другом? Это социальные связи. А тип, характер, проблемы. Ну, вот текст, слово полку Игореве, вот долго времени не было известным подлинно или это текст XI века, или это все-таки подделка. Но благодаря Залезняку, замечательному нашему археологу, все-таки доказали, что это подлинный текст. Там тоже очень такая потрясающая детективная история. И этот текст, пожалуйста, ему уже больше тысячи лет. Ну и что, князь Игорь отправляется в поход, ни с кем не согласовав, добывая князю почести, славы себе, пишет автор неизвестный про войско князя Игоря. Его все предупреждает о том, что не надо идти в поход, природа против, солнечное затмение. Оно, кстати, правда тогда было в том году, правда было солнечное затмение. Но он все равно идет, потому что тщеславен во многом, горяч, горд, эгоистичен. Хотя при этом идет защищать именно родную землю. Там автор его противопоставляет тем, кто кует крамолу брат на брата. То есть вот тем, кто идет ради власти и денег друг на друга, и наоборот еще больше сей раздор на Руси. А он идет защищать внешнего врага. Но идет, несмотря на все предостережения, что здесь устарело. Кто из нас так не поступал? Кому неизвестно это чувство, когда тебе все сказали нет, а ты все равно делаешь. А оказывается и правда не надо было этого делать. Правда, все были правы. Есть именно исторические реалии. Ну вот, как я говорю, да, например, крепостное право и помещики. Многие поступки Раневской вишневом саде не очень понятны, потому что мы не понимаем, что это вообще за образ жизни был такой. Нам это неизвестно, да. Это да, это может устареть. Ну а сам характер, такой героиня, как Раневская, что в нем устарело, нет. Конечно, это общечееческие типы. Причем многие в свое время считались, допустим, Пушкин не считался очень популярным поэтом. Когда там называли тройки, иногда он попадал на третье место. Ну а сейчас мы даже не знаем тех, кто был на первом и втором. То есть время же тоже не случайно расставляют свои акценты, так или иначе. А в советские годы про Булгакова и знать не знал никто. Знали других, читали, зачитывались. Тех, кто сейчас нам уже очень интересен именно из-за идеологической составляющей этих текстов. Они сами откалываются, а вот то, что остается в литературе, да, это действительно то, что нам понятно. У Николая Солодникова недавно вышло интервью с Евгением Викторовичем Жариновым. Это преподаватель в МПГУ, который у меня преподавал на четвертом курсе, на пятом курсе. Это был мой вообще самый любимый преподаватель. Я даже ради него пошла писать диплом именно на кафедру зарубежной литературы. Вот это его слова, то есть это не мои слова, вот они мне очень понравились. То, что режиссер, талантливый режиссер, он скорее спорит с экранизацией, спорит, показывает свою точку зрения. Как экранизации Стругацких, например, Тарковским, да. Интересная экранизация, это абсолютно новое прочтение, как раз высказывание своей точки зрения, да, по отношению к тому, что сказал автор. Есть экранизация, ну, просто говорящая картинка, да. Но это, мне кажется, совсем неинтересно. А есть действительно спор с автором, творческий диалог получается, который, конечно, он даже твое ощущение от текста обогащает. Сколько нужно читать, чтобы стать насчитанным? Не знаю, сколько нужно читать, много, каждый день. Сколько хочется, столько и нужно читать. Мне кажется, мы под этим понятием не имеем в виду не начитанность, а культурологическую осведомленность. Для того, чтобы знать, что это за текст, как раз-таки можно прочитать краткое содержание, статью в Википедии и быть очень даже начитанным. Мне кажется, в большинстве случаев какое-то вот такое вульгарное у нас понимание начитанности, когда ты просто, о, да, читал, да, это я тоже читал, и какую-то общую фразу говоришь. Мне поэтому кажется, нет, не вопрос сколько, а вопрос как. Для меня важнее как, чем сколько. Пастернака не читал, но осуждаю. У многих такое отношение к литературе, к ЕГЭ по литературе, что это тесты, это какие-то баллы, как можно святую великую литературу оценить какими-то баллами, что за пошлость, говорят люди, которые, конечно, в глаза экзамен не видели. Это просто такую ерунду могут сказать только те, кто даже перед тем, как судить, не открыл, не посмотрел вообще, что это. Я очень люблю ЕГЭ по литературе, очень, прям искренне люблю и считаю, что это одна из самых объективных форм. Вообще-то там много есть проблем, но не в самой форме. Из чего состоит экзамен? Ты решаешь 7 тестовых баллов, всего 7, и там ты сам вписываешь термин, то есть это не галочки ставишь, а сам вписываешь. И 7 тестовых баллов, просто 7 тестовых заданий просто проверяют, умеешь ли ты отличить метафору от олицетворения. Потому что литературведение это наука, в которой есть термины, так же, как и в любой науке, и ты должен показать, что ты владеешь терминами. Что в этом плохого? Не вижу, здесь ничего плохого. На данный момент 53 балла ты можешь получить, вот из них всего 7 ты наберешь на тестовой части. Все остальное – это сочинения. И какие там классные даются сочинения. Фрагмент текста, и к нему вопрос, как раскрывается характер приезжего. Допустим, Брачичикова. Ты читаешь фрагмент и говоришь то, что с одной стороны он очень умный, тонкий психолог, а с другой стороны, конечно, его самая ведущая цель всей его деятельности – это деньги. И, конечно, когда деньги управляют человеком, это отрицательная характеристика. Героя не даром Гоголь называет «Подлец». Это внимательная работа с текстом. То самое медленное чтение, о котором я говорила. То есть очень медленное, вдумчивое отношение к тексту. Ты пишешь 5-8 предложения, это небольшая работа, но она вообще-то очень сложная, потому что ты должен досконально, внимательнейшим образом, просто вот не моргая изучить фрагмент, который тебе дали, как, знаете, я на курсах своих часто использую образ Шерлока Холмса, что когда тебе дают текст, тебе как будто бы дают загадку, кто убил. И ты должен найти убийцу. Вот там прийти, посмотреть, там, труп обрисовать, пепел – это какая сигара английская, где такие продают. Вот здесь так же. Ты прямо приходишь, как сыщик, смотришь вот этот текст в попытке найти вот эти детали, которые рассеяны по нему. Это очень интересно. Очень. Я сама с большим удовольствием, когда вот выходит новый вариант, я сама с большим удовольствием их читаю, ну, не то, что прописываю, но в смысле про себя там, да, какие-то нахожу идеи. Следующее задание, которое ты пишешь, это сопоставление. А кто еще из авторов говорил об этой же теме? Ну, допустим, вот о маленьком человеке, да? И ты должен не просто сказать, о, ну, вот Гоголь написал, а ты должен сопоставить и сказать, чем эти герои похожи. Это аналитическая работа. Это вообще-то сложно. Это вот так без знаний ты этого никогда в жизни не напишешь. Обе герои похожи тем, что найти разницу между ними, да? Но если, допустим, в образе Евгения из «Медного всадника» Пушкин подчеркивает, что он мечтал о тихом семейном счастье, о ребятишках, какой-то очень добрый, теплый идеал, то Акакий Акакевич подменил смысл жизни служением вещи. Следующее задание, тебе это стихотворение, и ты его заранее не знаешь. Это обычно либо Высоцкий, либо Акуджава, то есть это вторая половина XX века, которая в школе у нас, к сожалению, почти не изучается. Ты не можешь к этому тексту заранее подготовиться. Ты не знаешь, какой у тебя текст попадется. И ты должен показать, что ты умеешь понимать лирику, проанализировать стихотворение, допустим, ответить на вопрос там, какую роль в стихотворении играют анафоры или олицетворение. Это сложно. Помимо того, что ты их должен найти и не ошибиться, ты еще должен написать полноценный анализ. Какую роль играет анафора? Вот здесь она показывает вот это. Это действительно непросто. Это действительно показывает твое понимание поэзии. Или, например, какими чувствами лирические герои, какими размышлениями наполнено стихотворение. Дальше снова сопоставляешь, а для этого ты должен знать тексты наизусть. Допустим, кто еще из русских поэтов писал о любви? Ты должен выбрать стихотворение, любовную лирику, сопоставить с тем, что тебе дали, и опять найти как общее, так и разницу. Это тоже действительно сложная аналитическая работа. И после этого ты пишешь большое сочинение. Ну, как большое? Оно 300-350 слов. Когда я школу оканчивала, был последний год без ЕГЭ, и я писала сочинение на 8 листов. У нас такие по телевизору объявляли, значит, номер вопроса, там таким, как этот, жвачки вот как за 5 рублей передаются в таком автомате. Такой вот шарик выкатывался, его на всю страну или по регионам, по-моему, разворачивали, читали торжественные номеры комплекта пилетов, который тебе попадался, и у нас везде было засилие 300 золотых сочинений такого типа. И ты должен был на 8 листов написать. Это реально очень тяжело. Ну, это, я бы сказала, что даже не подсиленно для 11 класса на 8 листов написать что-нибудь там. Вот я помню, у меня была любовная лирика Фета. При этом в школьной программе изучается два стихотворения любовной лирики. Что-то про них и давай 8, как это, 8 листов пиши. Это, знаете, все, я и списался, сил нет, где моя вода. Вот примерно так мы и писали. Здесь ты, наоборот, суперточен и конкретен. Как раз за воду тебя могут очень сильно, ну, указать, если ты будешь говорить общие фразы. В этом стихотворении много эпитетов и олицетворений, и все они позволяют каждому почувствовать что-то свое. Вот это вообще ерунда. Ну, что значит свое? То есть о чем тогда вообще стихотворение? Зачем тогда анализировать, если каждый чувствует что-то свое? И в большое сочинение оно не такое большое, вот как мы писали. Это минимум 200 слов, ну, средний объем 300-350. И там четкие литературевические темы. Почему? Там, чем похоже, чем различные Разумихины, Раскольников? Классная тема, которая проверяет твое знание о преступлении и наказании. Как Онегин меняется по действиям внешних обстоятельств? Почему недоросль, комедия, воспитание обличает крепостную действительность? Это сложная тема, ты к ним можешь, ну, ты их можешь написать хорошо, действительно, только если ты готовился. Поэтому сам экзамен, на мой взгляд, прекрасно проверяет твое знание литературы. И критерии там совершенно адекватные. Наличие, отсутствие фактических ошибок, убедительность, отсутствие пересказа, наличие анализа. Ну, это же все совершенно объективные вещи. И опять, да, возвращаясь к теме моего отношения, здесь как раз здорово, что тебя не просят высказывать свои отношения, как бы это не ущемляло права нашего 11 класса, но они и на физике не высказывают свои отношения. А я считаю, Ньютон неправ. Ну, у меня пример, конечно, такой некорректный, потому что я с физикой плохо знакома. Ну, они же там не высказывают свою точку зрения. Они должны показать, что они знают законы, умеют применять их и так далее. А в литературе так же. Тебе не надо высказывать свою точку зрения. Это почему-то многих так задевает. Ну, это нормально. Ты просто анализируешь литературу и показываешь, что ты знаешь литературные процессы и умеешь построить свое аналитическое высказывание. Ну, и, соответственно, большое сочинение. Пишешь и тоже показываешь свою образованность, свое понимание этого произведения. При этом в том году ввели такую интересную тему. Это пятое по счету сочинение, ну вот, 12.5 сочинение «На стыке искусств», когда ты можешь, там, допустим, тема «Какие вы дадите рекомендации актеру, исполняющему роль Ионыча?» Это тоже очень интересно, очень сложно. И если ты напишешь от себя тяну, конечно, тебе не высокий балл поставят. А если ты будешь отталкиваться от Чехова, при этом творчески переосмысляя, класс, здорово. «Какие вы дадите рекомендации художнику и иллюстратору?» У нас очень многие дети в том году, ученики писали именно эти темы и набирали 100 баллов. У нас вообще очень много стубальников. Поэтому, конечно, ЕГЭ по литературе на 100 можно сдать вообще спокойно. Вообще, ну как спокойно, ну, в смысле учиться, ну, ты можешь, конечно, сдать. Но это не невозможно. И потом поступить из маленького села в высшую школу экономики, куда хочешь. Вот сейчас я ехала пока сюда, в такси мне моя ученица написала, что она в МГУ Олимпиаду сдала на 93 балла, благодаря в том числе нашим как раз курсам. То есть ты можешь и внутренние экзамены сдать, и ЕГЭ сам сдать на 100 баллов. Конечно, это сложно. Ты должен быть готов. Ну, вот я уже привела примеры формулировок, да. Ты должен и тексты знать, и сюжеты знать, и стихотворение, выученное из-за усти, метафору от олицетворения отличить, и понимать замысел писателя. Это, ну, знать сюжеты. А советы, какие можно было бы дать, это в первую очередь всем, кто будет сдавать ЕГЭ по литературе, прийти, конечно, к нам на курсы. Ну, ладно, это такой совет. Открыть кодификатор. Это список чтения от слова полку Игоря до Солженицына. Прочитать, ну, в идеале прочитать все произведения, потому что экзамен текста центричен, в центре экзамена стоит текст, и ты в первую очередь должен показать именно знание сюжета, конечно. То есть ознакомиться, знать. Это первое. Второе, это разобраться со всеми терминами. Ну, метафора, например, от олицетворения чем отличается. Третье, просто знать критерии, что от тебя хотят. То есть как ты должен... Никак. Нет каких-то тайных, там, скрижали. Вот. Если ты вот это слово не укажешь, да, там, все, у тебя будет минус балл. Просто понимать, что это тебе хотят. Что это за форма? Что за форма сочинения? Как ты должен сопоставлять? Ну, чисто гипотетический экзамен проверяет материал с 8 по 11 класс. То есть это 4 года. Нужно для того, чтобы это сдать. Но многие ребята готовятся за год. Вот это за полгода. У нас есть экспресс-курс, который начинается 1 мая. И есть недельный такой марафон за неделю до экзамена. В том году у нас на недельном марафоне ребята спрашивали, а что писать-то? Как писать? Кто-то вот даже так делает. Конечно, чем раньше уже понять, что ты хочешь готовиться, и в 10 классе этим можно заниматься. Чем раньше ты поймешь, тем больше у тебя будет шансов, тем больше у тебя будет возможностей спокойно, без нервов. Еще огромная проблема ЕГЭ – это нервы и то, что вокруг экзамена происходит. Что дети проходят через металлоискатель. Их запугивают, что в туалете там за ними пойдут чуть там не до унитаза, за ними дойдут посмотреть, как они занимаются всякими непотребными вещами. Что там шуршание бумажек, сразу все отселяют. На камеры все пишут. Очень много стресса. Вот мне искренне жаль сдающих ребят, потому что очень многие пишут, да, что они и в больницах лежат с истощением, и с нервами, и еще что-то. Вокруг ЕГЭ какая-то нездоровая атмосфера. Что это очень тяжело, что это просто убийственно, что ты вот сейчас должен, я не знаю вообще, что сделать, отказаться от жизни, зачахнуть, только бы ты сдал. И в школе это часто нагнетается. Наверное, родители некоторые тоже могут вот не помочь, не поддержать, а тоже как-то скорее нагнетать, да. Вот это реальная проблема. Это экзамен, который показывает твои знания. По идее, ты на него приходишь спокойно, если ты... Ну, конечно, ты будешь волноваться, да, но приходишь ты спокойно, знаешь, что ты сдашь, что ты-то проходил, что ты-то изучал. Вот. И просто показываешь, чему ты научился. А у нас вокруг этого такая нервотрекка сделана, что ты просто... Ну, действительно, дети уже, ну, ученики начинают, не знаю, трястись. Их уже трясет. Они пишут на время, их трясет, они не успевают. То есть тут еще как-то отдельно нужна такая работа с самоуспокоением. Что можно сделать, чтобы успокоиться, да, там, как перевести себя в чувство, чтобы собраться и написать. Я бы сказала, что на поверхности, конечно, остро социально-общественно-политические вопросы, которые рождают такие произведения, как КГБТ Пелевин. Ну, вот последний роман, КГБТ Плюс, вот я его тоже читала, это достаточно острая такая сатира на то, что происходит у нас в обществе. Мне, допустим, такие тексты не совсем близки, мне многое понравилось, многое заставило посмеяться, многое заставило ужаснуться, посмотреть как-то иначе. Но мне тяжеловато даются такие тексты, вот. Но, тем не менее, я думаю, что это огромное направление, конечно, мысли, потому что сейчас и общество расколото во многом пополам, конечно, это сразу находит отражение в литературе. Это первое, что лежит просто на поверхности. Второе, на что я бы обратила внимание, есть огромный пласт, вот, скажем, ну, интеллектуальной литературы, может быть, построенной на заигрывании с текстом, со времени. Примером, может быть, как раз вот Евгения Водолазкина сегодня его вспоминала. Он далеко не всем нравится. У него достаточно сложные тексты построены, разные времена все время перекликаются. Кто-то скажет, что это классный писатель, кому-то он вообще не зайдет, кто-то скажет, что это просто графоманство. Я бы выделила, конечно, много произведений, связанных с субкультурой и уходом в какой-то внутренний мир человека. Возможно, как раз это какая-то отгороженность от того, что происходит у нас в обществе. Ну, допустим, тоже, ну, это очень известное произведение «Дом в котором». Это произведение про, ну, как бы детский дом-интернат, где живут дети-инвалиды, и они совершенно непрезентабельны внешне. Они вызывают у всех какое-то отторжение, отвращение. А у них внутри, оказывается, происходит огромный мир. И они совершают удивительные вещи, и полеты, и прям такая новая какая-то новая литература. То есть вот, оказывается, группа избранных, вот, оказывается, те, у которых настоящий удивительный мир. Не похожи вообще на всех остальных. То есть там как раз в этом тексте нормальные люди как-то не вызывают симпатии. Вот, я бы про это тоже отдельно выделила. А еще, кстати, хочется сказать, что есть такой огромной популярности, завоевывают все больше, ну, мне кажется, очень много теплых, добрых, искренних вещей. Вот, допустим, Наринеп Гарян, ну, это очень тоже известная современная писательница. Я сейчас перепутаю название романа. И упали три яблока. Вот, могу перепутать. Очень добрые, теплые вещи про семью, про любовь, про традиции, про то, как люди в семье, в опоре находят силу. Вот Манюни у нее тоже очень известное произведение, которое тоже уже и театральные постановки есть. Это, мне кажется, тоже такой прям отдельный пласт у литературы. Про школьную программу мы можем сказать так, что она очень зависит от общественно-политического строя. Ну, Советский Союз про это много нам доказал. Есть угодные, есть неугодные, есть те, кого мы берем, те, кого мы поставим. Допустим, все читали статью про луч света в темном царстве. И все даже не были говорить, что Катерина – это луч света в темном царстве, что это народное самосознание поднимается из самых низов, сейчас народ восстанет и так далее, и так далее. То есть доведенная до самоубийства девушка, женщина, которая находится просто в отчаянии, которая не знает, как и ради чего жить, была показана как луч света, как супер борец за нравственные идеалы. Но это все должны были так говорить. Поэтому школьная программа, конечно, напрямую, во-первых, надо быть здесь честным, во-первых, напрямую отражает запросы государства. Ну, на данный момент, вот сейчас, школьная программа, мне кажется, составлена отлично, потому что есть тексты, показывающие разную реальность, есть тексты, которые заставляют задуматься о разных вещах. То есть сейчас, а нам просто очень много текстов, это один вопрос, мы с вами уже говорили о том, что просто далеко не все это читают. Но сами тексты, и Тихий Дон про гражданскую войну, и Солженицын, и Ахматова, Реквием, это все очень интересно, и Собачье сердце, и Мастер Маргарита. Это абсолютно разные точки зрения на разные исторические события. Я бы сейчас в нашу программу школьную точно бы добавляла, конечно, современных произведений, потому что огромная пропасть. Многие ребята даже не предполагают, что вообще у нас есть какая-то литература, какая-то поэзия. Это для многих становится открытием. Добавила бы современные. Ну и, конечно, очень обидно, что потрясающие, великие, гениальные поэты, писатели 60-х, 70-х, 50-х годов. Ну, у нас просто вся школьная программа в 11-м гласе просто обрывается Тихим Доном. Редчайшая птица там долетает до каких-то других текстов. А это и Евтушенко, и Высоцкий, и Ахмадуль, и Акуджава, и Бродский. Бродский, ну, это же вообще звезда уже номер один, и благодаря Нобелевской премии, и музей его открыли замечательно совершенно в Петербурге. Ну, это точно вот уже его над 100% включать, а его нет. И нет, и нет. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы они появились в школьной программе. Но опять тогда за счет чего? Куда что уже впихнешь, там и так уже все не улезает. Я лично чего-то не очень была в поле, но ребята, ну, у нас вот огромные чаты в Телеграме, где они все все время переписываются, ребята мне присылали все, что написала за них нейросеть. И, во-первых, она отпускает фактические ошибки. Прям вот 100%. Я сейчас пример не приведу, но они когда присылали, про Тругенева было, про Базарова. То есть она судит очень поверхностно. Я бы вполне могла подумать, что это написал ученик. Но первой моей мыслью, когда бы я прочитала такую работу, допустим, если бы мне ее ученик прислал, что это списанное. Потому что она достаточно канцелярским языком написана, дети так никогда не пишут. И очень поверхностно. Это вот какой-то сплав сюжета, очень такого простого, знаете, такого ползучего реализма, такой простой очень трактовки какой-то поверхностной. И общеизвестные исторические факты. То есть это, ну, скажем, слабая работа на три. По крайней мере, вот то, что мне ребята присылали. И, по-моему, был как раз момент, что нейросеть не смогла ЕГЭ сдать. Что-то такое точно было, что нейросеть записала ЕГЭ, по-моему, по литературе. Я вот забыла, вот точно была какая-то история, и она не смогла. Ну, я училась в МПГУ в Москве. И когда я училась, я как-то... Не очень много училась я. Очень много я прогуливала. А сейчас, когда уже прошло время, я понимаю, какие там были классные преподаватели. Я прям вернуться бы, послушать их. Сейчас это вообще замечательно. Но я, не знаю, я училась только в МПГУ. И так как я, честно говоря, не особо провожу какие-то опросы, честно скажу, не очень компетентно. Могу только про себя рассказать. Ну, и то это было, когда. В 2009 году окончила. Конечно, в школах от регионов зависит. Есть регионы, где большие надбавки. Есть регионы, где, к сожалению, зарплата учителя заставляет желать лучшего. И это очень и очень грустно. Я считаю, что это неправильно. Что, конечно, учителя, врачи, это те, кто должны быть, те, кто должны получать, не знаю, ну, больше всех, не больше всех, ну, много, много. Чтобы это была уважаемая профессия. Чтобы хотели, ну, не пойти. Понимаете, очень часто в регионах идут не те, кто хотят быть с детьми, а те, ну, кто, честно говоря, от безысходности. Вот приходит такой учитель от безысходности за какие-то там копейки. В регионах, правда, часто бывают совсем небольшие суммы. В Москве, в Петербурге, да, там и надбавки есть. Я думаю, что и тут со мной многие коллеги могут не согласиться. По этой причине все учителя почти берут репетиторство. Это же мне тоже нет хорошей жизни. Им бы отдыхать, им бы, не знаю, лежать на диванчике, чай попивать и тексты читать, чтобы завтра прийти к детям вдохновенными. А они репетиторство берут до ночи. Это же все звенья одного, одной цепи. Ну, могу вот про себя рассказать, что я была в школе, работала. Потом я вышла в декрет, и в декрете я осталась наглухо. Ну, сейчас я многодетная мать, соответственно, из декрета, видимо, я уже не выберусь никогда. И в декрете я просто брала репетиторство, частные уроки. Дети ко мне приходили домой, моя свекровь забирала ребенка, а я преподавала. Ну, готовила к ЕГЭ. Потом я работала сама недолгое время в онлайн-школе, посмотрела на это как бы изнутри и подумала, что это я хочу делать по-другому. И я прямо почувствовала, что я точно знаю, как. У меня есть прямо свое видение, мне вообще же никто не нужен. И прямо как-то совершенно не переживая, не думая. Я помню, это был август, у меня родилась третья дочка, ей было три месяца. Мы открыли набор, вот у меня был Инстаграм, мы открыли набор на курсы. И закончился локдаун, все вышли на работу, это был коронавирус. Вот когда был первый, самый вот этот 2000 год, когда коронавирус был. Муж сидел, работал дома, и потом все, его в офис перевели. И на третий день, я помню, это среда, он возвращается и говорит, что... А, он возвращается, а у меня нервный срыв, у меня руки трясутся, слезы льют градом. Я вообще там лежу просто совсем рыдаю, никакущая. И он говорит, что случилось? Говорит, я не справляюсь, трое детей, там, и еда, и ответственность, и там, то убрать, то приготовить, а дети, а куча вопросов, а Инстаграм. Короче, у меня был самый настоящий нервный срыв, у меня прямо тряслись руки, все такое. Он, может, говорит, давай, говорит, я уволюсь с работы, будем вместе делаться. Ну и все, на следующий день он написал заявление, сразу ушел в отпуск на две недели и больше ни одного дня не работал. Вот, то есть мы вдвоем работаем только сами на себя, с нашими детьми всегда, работаем из дома. И, мне кажется, прекрасный карьерный рост. Все, вот сейчас моя онлайн-школа, мы курсы для учителей делаем очень много по-русскому, по литературе. Мне кажется, у нас уже очень большое сообщество, и учительское, и очень много учеников, и это большая радость. В этом году мы русские тоже присоединили. При этом я знаю много просто потрясающих учителей литературы, кто даже не хочет со школы уходить. У них какой карьерный рост? Как у литературведов, как у философов, писать, анализировать, делиться. То есть тогда у них получается не финансовый рост, а скорее копить знания, чтобы их потом притворить во что-то. Диалог с детьми, общение с учениками, их развитие, их вопросы, их интерес, их погоня в глазах. Ну и сама литература, потому что они какой вопрос тебе зададут, ты не знаешь на него ответ, открываешь текст, и в сотый раз думаешь, так, пора перечитывать. Всегда что-то новое. Ну, как я и говорила, бумажные волокиты. Проходить как можно больше курсов, потому что часто образование не очень хорошее. И я это даже по себе знаю. Вот педагогическая составляющая в моем вузе, мне кажется, может, конечно, она что-то опять прогуляла, но мне кажется, она была что-то слабовата. Например, это абсурд. Вот мы детей видели на 24 курса месяц, и в начале 5 курса месяц. Это просто абсурд. Ну, ты вообще, ты просто должен с детьми обниматься с первого курса и смотреть на них, и с ними учиться, и им что-то давать. Поэтому молодому педагогу точно не бояться искать. Для меня самое сложное было, например, лирику преподавать. Мне казалось, что это смешно. У нас в итоге лирика была вот в стиле кому что-то посвящено, и почитали наизусть. Ну, это не урок. То есть искать информацию, искать уверенность, искать старших коллег. Вот тут я, правда, считаю, что очень нужна передача опыта. Искать старших коллег, кто тебе близок по духу, и кто в тебе пробудет вот это желание искреннее. По крайней мере, у меня так было. Вот пока я не нашла старших, опытных, вот тех, кто прям показал другой подход в Петербурге. Ну, я была, мне кажется, очень зажата и скована в литературе, в преподавании. Спасибо, что пригласили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!